АМХ-10РК, РАЕС КЕННОН, буквально колесная пушка, французская боевая бронированная машина производства JAD INDUSTRIES для разведывательных целей. Ее также называют колесным истребителем танков или даже легким танком. Договор об обычных вооруженных силах в Европе определяет АМХ-10РК как боевую машину с тяжелым вооружением. Машины поступили на вооружение французской армии в 1981 году. Начиная с 2021 года на смену им и РК-90 СЭДЖИ во французской армии приходят машины ЕБРК «Ягуар». Прототип первого французского колесного танка появился еще в 1938 году, но затем война отсрочила работу над этим проектом. После Второй мировой войны формирование бронетанкового вооружения французской армии происходило под влиянием ряда факторов. Одним из них было наличие больших колониальных владений. Природные условия этих колоний накладывали свой отпечаток на требования к бронетехнике. В частности, для просторов Африки оптимальными были колесные бронемашины с большим запасом хода. Кроме того, очень желательно было мощное вооружение. В колониальных войнах такие машины могли оказаться эффективным и дешевым заменителем традиционных танков. Уже в 1948 году появился четырехосный бронеавтомобиль Панхарт ЕБР, вооруженный 75-мм пушкой, а с 1963 года 90-мм пушкой и растиражированный в 1200 экземплярах. Машина пользовалась популярностью у военных, поскольку совмещала высокую огневую мощность и большой запас хода с простотой обслуживания. Однако заложенные в ЕБР технические решения соответствовали уровню Второй мировой войны. К концу 60-х годов эта машина морально устарела, и ей требовалась адекватная замена. В 1963 году техническая секция армии испытала прототип «Ярак» легкой бронемашины весом от 6,7 до 8 тонн с башней, вооруженной 105-мм пушкой. Но из-за недостатка финансирования программа была остановлена. В 1970 году у генерального директора АМХ-АПХ возникла идея разработать колесную версию АМХ-10Р с вооружением, аналогичным вооружению «Ярак». Эта версия с шестью ведущими колесами была названа АМХ-10Р, «РК-колесная пушка». А еще она должна была быть грозной и плавать по воде. Потому корпус и башню изготовили из алюминиевого сплава. Толщина брони достаточно скромная, она защищает максимум от 12,7-мм пуль. Трехосная колесная полноприводная бронемашина АМХ-10Р имеет танковую компоновку. Впереди расположено отделение управления с рабочим местом водителя, во французской армии пилот. За ним боевое отделение с трехместной башней, а в карме машины моторно-трансмиссионное отделение. В башне справа от пушки размещается наводчик, за ним командир и слева от пушки заряжающий. У командира и заряжающего есть люки, открывающиеся назад, наводчик пользуется люком командира. Командир имеет шесть перископов, установленных по кругу командирской башенки, у наводчика и заряжающего по три перископа. Кроме того, заряжающий выполняет функции радиста, обслуживая УКВ радиостанцию. АМХ-10РК управляется подобно танку, оси его колес не поворачиваются, а смена направления производится переключением передач отдельно для колес с разных сторон машины. Преимуществом такого способа есть возможность разворота на месте, а также то, что ходовая часть проще и компактнее, чем у бронемашин с обычным рулевым управлением. АМХ-10РК имеет гидропневматическую подвеску, позволяющую водителю регулировать клиренс. Минимальная величина клиренса – 210 мм. При движении по дорогам выставляется величина 350 мм, по пересеченной местности – 470 мм. Есть и четвертый режим – 600 мм, используется при преодолении водных помех, увеличение клиренса облегчает выход из воды. Кроме того, гидропневматическая подвеска позволяет расширить диапазон углов вертикального наведения пушки от минус 20 до плюс 40 градусов. Машина может как бы приседать. Основное вооружение АМХ-10РК – нарезная 105-мм пушка среднего давления, установленная в трехместную башню. Длина ствола составляет 47 калибров. Пушка снабжена термоизоляционным каложухом и двухкамерным дульным тормозом. Система наведения пушки электрогидравлическая, однако пушка не стабилизирована, поэтому при выстреле очень сильна отдача. И находящейся справа от пушки в башне танка, наводчику приходится контролировать свой левый локоть, а заряжающий, который слева, нажимает кнопку выстрела только правой рукой, чтобы она гарантированно была наверху и не травмировалась. Пушка F-2 ведет огонь специфическими боеприпасами 105 на 527 мм Р, несовместимыми со стандартными натовскими боеприпасами 105 на 617 мм Р. А вся номенклатура боеприпасов имеет четыре разных типа снарядов. Кумулятивный снаряд, осколочно-фугасный, дымовой и обучающий. В 1987 году в боекомплект был введен подкалиберный бронебойный снаряд. Вспомогательное вооружение представлено 7,62-мм пулеметами ИН-Ф-1. Один из них спаренный с пушкой, второй опционально устанавливается на башне у заряжающего люк. В общей сложности перевозится 38 снарядов, 4200 патронов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат. Машина плавает. Движение на плаву обеспечивает два водомета. Имеется откидывающийся прозрачный волноотражающий щиток, а также две помпы для откачивания воды в моторно-трансмиссионном и боевом отделениях. АМХ-10Р-ка получилась весьма удачной машиной, отвечающей концепции вооруженной разведке, то есть немедленного уничтожения обнаруженных целей. Французские конструкторы на практике подтвердили возможность реализовать концепцию колесного танка, во многом не уступающего традиционным танкам. Машина отлично зарекомендовала себя в качестве подвижного противотанкового резерва. Большой запас хода и надежное шасси позволяли совершать длительные марши. В результате АМХ-10Р-ка стала источником вдохновения для многих зарубежных специалистов, например, китайских конструкторов, проектировавших свои колесные танки, а также итальянцев, создавших бронемашину Б-1 Чентаура.